Просто мощнейшая тема стресса. Сегодня мы с вами будем вживую общаться, беседовать. И я подготовил для вас шикарнейший материал, который, я уверен, на 100% поможет вам уменьшить количество стресса, тревожного расстройства, волнительных состояний, панических атак, улучшить ваш сон, когнитивную функцию. Сегодня будем говорить, как понизить стресс, тревогу, волнение и как с этим работать. Пожалуйста, большими пальцами наверх поддерживайте. Обязательно подписывайтесь, потому что каждый божий день, ребята, мы с вами беседуем, трудимся. Над вопросами вашего здоровья в этих живых эфирах прямых. Меня зовут Алексей Ворон, я автор, ведущий диетолог. Уже очень много лет работаю с вами в рамках нашего курса по гомарафон, который имеет лицензию Министерства Числовской Республики. И очень много лет мы помогаем ребятам со всего мира с вопросами здоровья. Значит, смотрите, какая штука, ребята. Нервная система наша с вами. Это уникальнейшая, запутаннейшая и мощнейшая инструментария в вашем арсенале, если вы умеете правильно ей пользоваться. Понимаете, какая проблема? Большая часть из нас берут iPad и пытаются при помощи iPad забивать гвозди. Вот это вот ваша метафора относительно того, как мы неправильно пользуемся нашей и не понимаем в упор нервную систему. Когда вам страшно или тревожно, или волнительно, или вы не можете спать, вы пьете снотворное, успокоительное, алкоголь или какие-то другие инструменты, которые могут маскировать. И они действительно маскируют. Но ведь дело же не в маскировке, а дело в том, чтобы найти суть проблемы и суть вопроса. И мы с вами начинаем наше путешествие замечательнейшее абсолютно в вашу центральную нервную систему, разбираясь с базовыми двумя главными принципами. То есть, грубо говоря, у нас с вами, если вы представите, центральная нервная система. Центральная нервная ваша система, она поразительная, имеет абсолютно свойства. Это уникальная машина, которая эволюционировала сотни тысяч лет и дарит нам с вами мощнейшие когнитивные функции и абсолютно подражаемую моторику каждой клеточки, каждой мышцы. Но у вас есть, вот смотрите, симпатическая нервная система и парасимпатическая нервная система. Это абсолютно два противоположных инструмента, которые в организме человека выполняют абсолютно разные функции. Вот смотрите, у нас с вами симпатическая нервная система, видите, вот это ваш мозг, вот это как все управляется, как все работает. Смотрите, симпатическая нервная система. Она у нас отвечает за расширение зрачков, уменьшение слюноделения, увеличение, значит, сердечного ритма, расширение бронх, уменьшение пищеварительной секреции, усиление секреции адреналина и норадреналинов. Опа, нашли интересную штучку, угнетение, значит, перистальтики кишечника. И вот это, ребята, функция нервной, стрессовой, симпатической нервной системы. Симпатическая нервная система, та, которая отвечает за стрессы, нервы, переживания, тревогу, волнение, это инструмент, который эволюционно, ребята, симпатическая нервная система, это инструмент, который эволюционно создан для того, чтобы помочь нам выжить. Симпатическая нервная система, это инструмент, который помогает тебе сохранять фокус, прицел, высокую когнитивную функцию, мощную физическую выносливость для того, чтобы миновать, сохранить во время острого стрессового ивента, например, когда тебе угрожает непосредственная опасность, жизнь и продолжить, то есть главные две функции, я вам всегда рассказываю, да, это вот выжить и размножиться любого живого существа, одноклеточного, многоклеточного, от амебы до слона, от черепахи до вас, выжить и размножиться, это задача любого, значит, живого существа. И вот к этому выжить и размножиться, вот эта центральная нервная система, она как нельзя лучше подходит. Потому что, вот смотрите, симпатическая нервная система, которую мы только что с вами обсудили, она, значит, у вас за выжить отвечает, повышая кортизол, повышая все стрессовые события, а парасимпатическая нервная система, она отвечает за размножение, если вы так можете на это вот посмотреть, потому что если, да, мы, грубо говоря, дифференцируем две главные функции любого живого существа, выжить и размножиться. Выжить – это симпатическое, а парасимпатическое – это размножиться. И если мы с вами сравниваем та нервная система, которая у нас была симпатическая, Значит, у нас там расширение зрачков, здесь смотрите, значит, парасимпатическое сужение зрачков, стимуляция секреции слюновых желез, замедление сердцебиения, сужение бронх, значит, симуляция перистальтики тонкого кишечника и, ребята, усиление половой функции. И вот сейчас я должен вам, вот мы разложили, у вас есть выжить симпатическая нервная система и парасимпатическая размножиться. Они управляются несколькими факторами, то есть гормоны это главные рубильники, которые включают или выключают ту или иную систему рабочую в вашем организме. И вот симпатическая нервная система, она управляется адреналином, кортизолом, стрессовыми гормонами и наличием или отсутствием пищи. И вот смотрите, когда ты не ешь, у тебя нет инсулина в отметке приема пищи, у тебя есть больше, скажем, да, вот этот, ну сколько важный гормон роста, СТГ, самотропный гормон роста, который ночью выделяется в глубокую фазу сна, пока вы не поедите, он будет в достаточно высокой значимой секреции содержаться в вашем организме. И вот симпатическая нервная система это без пищи, с низким инсулином, с высоким содержанием СТГ, самотропного гормон роста человека, который крайне важен для регенерации, остановления, омоложения и прочих функций. И с высоким когнитивным фокусом и с высокой физической способностью. При этом кортизол не должен быть в большом объеме. Кортизол это главный такой стрессовый гормон. А когда вы поели, когда вы поели, в ответ на пищу приходит инсулин, он останавливает работу гормона роста, должен понизить кортизол и адреналин и включить перистальтику кишечника, и вам хочется поспать, отдохнуть, расслабиться и близости. И вот это, ребята, настолько важная история, передать ее словами просто невозможно. То есть у вас абсолютно два разных инструмента в вашем организме, два полнейшие, отличающихся друг от друга формата работы вашего тела. Большая часть людей, они не понимают, они этого не знают. Вот это симпатическая нервная система и парасимпатическая нервная система. Все, что работает, когда ты не ешь, фокус, выживаемость, высокая когнитивность, все, то, как я работаю все эти годы с вами, всегда без пищи, потому что я понимаю, что мне это помогает максимальную продуктивность давать. И еще раз, высокий СТГ защищает мышцы, помогает жиросжигать. И парасимпатическая, это расслабление, перистальтика и прочие все моменты. И вот смотрите, какая штука. У вас может быть намешано в жизни некорректных выборов с едой, водой, активностью, с разными препаратами, таблетками и добавками, что вы имеете некорректно работающую симпатическую нервную систему и некорректно работающую парасимпатическую нервную систему. Или не вовремя включены эти моменты. То есть один из самых базовых, это когда у тебя парасимпатическая нервная система, которая отвечает за размножение, усиление перистальтики, расслабление и прочее, включается уже утром. Или днем. Днем это самое неприятное. Вот вы все знаете эту историю. Вот ты идешь на обед, голодный, на работе. Приходишь на обед, на обед прикольная какая-то еда, например, да, там в столовой, если мы с вами возьмем, откроем, мы с вами только делали разборы шикарные, да, там домашняя какая-то срепня, мясо там, рагу овощное, да, там картошечка, мяско, вот эта вся история. Красиво, вкусно, замечательно, отлично, нравится, супер лайк. И вот теперь смотрите, какая штука. Ты поел, что происходит в твоем организме? У тебя, естественно, приходит вот эта вот история с БЖУ, когда у тебя из приема пищи 60-70% калорий на углеводы, и это дает тебе сумасшедший абсолютно после еды всплеск инсулина, естественно, всплеска глюкозы, и тебя включает полностью вот эта вот, значит, парасимпатическая нервная система, которая, парасимпатический отдел, который за переваривание, перистальтику, и у тебя сонливость. Парасимпатическая нервная система, перистальтика, сонливость и прочая другая история. Ну, классическая тема. После обеда тебе уже не то, что работать, просто ты вот сидишь, и ты пытаешься не уснуть, и мы после обеда все в офисе, да, создаем активную, или как там эта поговорка, видимость активной деятельности, да, вот эта вот история. А если бы вы не пообедали, то у вас бы работала симпатическая нервная система, и вы бы сохраняли высокий фокус, когнитивную выносливость, и вы бы много еще сегодня успели. Но вместо этого нет, мы с вами тормозим, и, собственно, некорректно включаем, не вовремя. Другие люди скажут, так есть же хочется, так есть вам хочется, и при этом у вас подкожная, висцеральная, там, по 300 тысяч калорий в жире сохранен. То есть у вас малая продуктивность из-за того, что поджелудочная плохо работает, и прочие другие все моменты. И вот здесь я вам делал ролик, ребята, сногсшибательно шикарнейший ролик, где я рассказал, показал полностью все детально. Посмотрите, пожалуйста, почему вам постоянно хочется есть. Называется видео, напишите в YouTube, Алексей Ворон, «Сало, яйца и масло понижают плохой холестерин». Посмотрите это видео, я там супер все детально расписываю, рассказываю, прям мега-мега-мега-мега ролик зашел. Десятки тысяч людей его смотрели вживую. Вот прям мега просто герой у нас получился, а не ролик. Так вот, смотрите, какая штука. Мы с вами поняли, что мы можем включить не вовремя парасимпатическую нервную систему, и она будет тебе просто-напросто мешать работать. Просто-напросто она лезет вот это вот и мешает тебе работать, и она тебе вот всячески, да, как бы вклинивается, когда не нужно. Но мы с вами чаще всего, когда у вас волнительное состояние, тревожное, панические атаки, когда вы плохо спите, имеем гиперактивную симпатическую нервную систему. Вот та, которая за стресс отвечает. И вот представьте себе, что у вас есть свод привычек в жизни, да, который может вам только портить работу вот этой симпатической нервной системы. И какие-то привычки. Первая из привычек, которая постоянно вашу нервную систему включает, просто, знаете, как вот, вот, как нутом или как электрошокером просто ее долбит, это кофеечек, ребята, кофеечек, да, ваш замечательный. О, вот это вот мой первый из двух кофе на день. И герой и любовник, который присутствует у большинства людей в жизни в чрезмерном количестве, это ко-фе-ин. В невменяемом количестве кофеин вы можете получить из кофейных напитков, значит, кофеин вы можете получить в энергетических комплексах, кофеин вы можете получить в отдельных таблетках, то есть в разном формате. Кофеин это стимулятор, кофеин это мощнейший такой вот шокер для вашего органа такого, он называется, так, значит, надпочечники, а именно кора надпочечников. И у вас есть такое расстройство, когда у вас, вот смотрите, это ваши почки, и вот над ними вот эта вот кора надпочечников, вот она здесь. И она отвечает за выработку в вашем организме кортизола и адреналина. И вот эта вот кора надпочечников, она под воздействием кофеина безбожно просто стимулируется. И кофеин у вас из-за того, что приходит во огромном объеме, стимулирует постоянно выработку этого адреналина, и он у вас попадает в кровоток, и вы получаете постоянную стимуляцию симпатической нервной системы, которая не рассчитана на такое количество этого острого, ургентно выделяющегося в кровоток гормона стресса, и она работает сверхурочно. То есть кора надпочечников ваша вас выводит в состояние, и это называется усталость коры надпочечников, расстройство, которое все мы в большинстве случаев имеем. Усталость коры надпочечников из-за переизбытка кофеина или других привычек, сейчас мы скажем с вами, смотрите, усталость, отсутствие энергии, депрессия, тревожность, бессонница, головокружение, инфекции, потому что иммунная система перевозбуждена, выпадение волос, зависимость от кофеина, здесь у вас, пожалуйста, зависимость от кофеина, значит, дальше у нас с вами, боль в суставах, туман в голове, темные круги под глазами, набор веса, тяга к углеводам, тяга к соленому, усталость коры надпочечников, классическое расстройство, которое портит вам качество жизни в огромном количестве случаев из-за комбинации переизбыток кофеина, особенно из-за растворимого кофе, который вы хлещите в течение дня бесконечно, хуже сон, мало активности, переизбыток внешних стимуляторов, и вот внешний стимулятор, ребята, doom-скроллинг, значит, doom-скроллинг, это вот, да, вот такая штука, когда вы бесконечно, беспомощно в этом телефоне постоянно, если вы представите себе, что сам по себе телефон ваш, в котором вы постоянно, значит, вот это вот, да, скролите, это микродозинг серотонина, то есть микродозы серотонина, ты не можешь без телефона, ты его уберешь, возьмешь заново, уберешь, возьмешь заново, уберешь, снова охотаешь свой телефон. Телефон ваш в современном мире, да, там, Instagram, Telegram, YouTube, там, Facebook, Twitter, просто переписки какие-то, или просто вы что-то гуглите, постоянный источник информации, постоянный источник выработки микродозинга серотонина. И без телефона у вас уровень серотонина начинает падать, и вам нужно делать серотониновый детокс, так называемый, да, потому что без телефона, или вот это, да, как бы Даша делает по средам, у нее, значит, отдых от соцсетей, да, она пользуется телефоном только как бы как утилитарным инструментом, заказать еду или там позвонить. Так вот, смотрите, какая штука, сам по себе переизбыток телефона в вашей жизни, переизбыток стимулятора, который тоже будет повышать кортизол, но Doomscrolling, ребята, в современном мире, это просто дичь, значит, смотрите, Doomscrolling, это, сейчас мы с вами вот так вот, да, терминологию, значит, долговременное чтение негативных новостей с различных интернет-ресурсов, впоследствии Doomscrolling вырабатывают зависимость от индивидуальных факторов и приводят к тому, что человек не может избавиться от устройства, поиск постоянного куска новой информации, выработка зависимости от Doomscrolling опасна для нервов, и центральная нервная система вырабатывает депрессию. Так вот, фишка Doomscrolling, потому что у тебя постоянно там, например, в Телеграме, у тебя пару сайтов открыто новостных, у тебя открыт, наверное, на Ютубе какие-то ролики, да, новостные, и ты все время ищешь какие-то новости, ты все время в поиске чего-то, и в основном это именно плохое что-то. Doomscrolling это именно, вот, да, там, ужасные события происходят, нас окружают, и вы постоянно апдейтите, апдейтите, апдейтите информацию, постоянно пытаетесь найти что-то новенькое на эту тему, и ваша нервная система, она не создана для этого, она создана для других целей, то есть вот ваша, представьте, ситуация там со спринтерами, да, вот, которые бегут, вот есть Usain Bolt, суперпопулярный спринтер-бегун, который бежит, да, короткие дистанции, и у него это получается делать лучше всех на планете, ну вот представьте себе ситуацию, в котором вам нужно бежать, Usain Bolt нужно бежать там не 100 или не 200 метров, а ему нужно бежать марафон, 42 километра, и вы представляете, значит, к виску пистолет, и говорите, застрелю к чертовой матери, если не будешь бежать, и ему нужно с той же скоростью, с которой он бежит 100 метровку, бежать спринт, он не дотянет, он помрет, у него сердце остановится, вот это то, как работает ваша центральная нервная система, вы переполучаете стимуляторов, не досыпаете, и дальше еще держите себя постоянно в напряжении вот этими новостями, которые нон-стоп, ночью люди просыпаются и скролят телефон, смотрят, что там происходит, и получается накопление кортизола, переизбыток вот этого стрессового гормона, переизбыток адреналина, и у вас вот эта усталость коры надпочек порождает, пожалуйста, милости прошу, в вашей жизни вот этот замечательный шихи, и синдром усталости коры надпочек, из-за которого дальше идут метастазы по всему вашему организму, по всей центральной нервной системе, метастазы эти, которые просто все время не дают тебе нормально, то есть вот ты, что чувствует человек с тревожным расстройством, человек не может просто сидеть, у него постоянно страшно, вы едете с семьей в отпуск, да, допустим, на море, да, и тебе неспокойно, у тебя постоянно тревога, постоянно волнение, постоянно anxiety, это расстройство на английском называется, постоянно ты ждешь какую-то задницу, и она может не прийти, и она 99% не приходит раз, а 1% когда приходит, даже не то, о чем ты думаешь, а какие-то другие неприятности, ну ты ждешь какой-то глобальной катастрофы, или просто тебе, да, вот там, кажется, и работа стабильная есть, и дети вроде здоровые, никто не болеет, но тебе страшно, тебе постоянно дико страшно, значит, ты постоянно находишься в состоянии тетивы, и ты не понимаешь, что с этим делать, и это происходит из-за того, что тебя из-за твоих привычек в еде, воде, активности, то есть чаще всего люди там начинают эти все привычки, переизбыток кофе, переизбыток стимуляторов, маскировать пищей, потому что пища включает парасимпатическую нервную систему, и на какой-то промежуток времени становится типа спокойней, хуже, когда маскируют алкоголем или антидепрессантами, и получается у тебя не уходит первопричина, это точно так же, как я вам всегда объясняю, да, у тебя симптом кашель с кровью, но причина это курение двух пачек тяжелого мальбора в день, и ты не решаешь проблему курения в день, двух пачек мальбора, но ты берешь таблетки токсичные от кашля, и у тебя как бы эта история продолжает, собственно, да, развиваться в худшем направлении, таблетки от кашля ты берешь, но бросать курить ты не собираешься, антидепрессанты, алкоголь или сахар, которые маскируют проблему, ты берешь, но вопрос менеджмента центральной нервной системы и прекращения думскроллинга, ухода от перезбытка кофеина, добавления активности, потому что отсутствие таковой порождает наличие лишнего кортизола, мы не решаем, и вот это проблема, да, и бессонницу мы решаем с натворными или мелатонин жрем бесконечно, что в этом случае делать, убрать напрочь кофе, убрать черный шоколад, добавить, ребята, вы даже не представляете, как, я по анализам же отслеживаю, да, и приходит человек с вот этими всеми замечательными жалобами, в кавычках, приходит человек с этими всеми замечательными жалобами, и мы сдаем анализы, и что мы видим? Мы видим кортизол в космосе абсолютно, в космосе абсолютно кортизол, я сейчас открою вам одни из последних исследований, вот жалобы, и получается, сейчас я вам открою, значит, жалобы у человека, все вот как под копирку, о которых мы сейчас с вами говорим, И вот этот кортизол, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, смотрите, значит, кортизол у человека, вот он, видите, вот я вам показываю, кортизол, вот он называется, вот он выделен, кортизол. И я вам сейчас буду, отмотаю сюда, посмотрите, значение и норма, норма, внимательно, до 600 единиц, норма кортизола до 600 единиц, а у человека, посмотрите, 1100 единиц, обратите внимание, 1100 единиц кортизола, вот оно, переизбыта кофе, переизбыта новостей, конфликты везде, ответственность везде, тревога во мнении, переживания. И я понимаю, это современная жизнь, ты как бы не можешь убежать, ты не живешь на необитаемом острове, но менеджмент должен быть немножко другой, менеджмент того, как вы пользуетесь, вот этим, понимаете, у нас, простите, кривожопа получается есть, пить и физически как бы управлять, плюс еще ко всему центральная нервная система терпит из этого, то есть я вас что прошу, покушайте позже, чуть больше двигайтесь, пейте воды, будет шикарно, если потренируетесь. Мы вместо этого едим суперчасто, малоактивные, пьем в основном напитки с сахаром, или другие стимулирующие, или какие-то лимонады, и все это, естественно, вашу центральную нервную систему держит в состоянии аховом постоянно. И вот у вас кортизол какого-то этого товарища, да, в космосе, и что он делает? Он тяп, бухает, он же не сам пришел ко мне, жена притащила за уши, он ни на что не жалуется, у него все круто, он забухивает, у него все зашибись. Но горе в семье, понимаете, и она его заставила, он написал там какой-то там, нацарапал горем пополам там свои жалобы, и просто вот дал ей рекомендации, как это все исправлять, но это нужно хотеть, понимаете, то есть заставить его забухивать свои вопросы невозможно, да, то есть остановить. Если тебе нужна задача, должна быть реализована задача как бы прекратить пить, человек должен сам это хотеть реализовать. Ты, если просто так, значит, пытаешься, вы сами знаете, если там с едой, с алкоголем, с наркотиками, с никотином, человек сам должен хотеть, потому что в противном случае ты его просто не заставишь, сам должен хотеть, это настолько сложный выбор. Так вот, смотрите, какая штука, что должно быть, шаги 10 тысяч в день, это же бесплатно, если вы будете просто делать 10 тысяч шагов в день, это понижает уровень кортизола, разгружает ваши надпочечники. И тут, знаете, какая история, тупейшее абсолютно ощущение, ты типа как бы ходишь 10 тысяч за день шагов, но ты ходишь с таким чувством тревоги и страха. Я не говорю, что только одни шаги вам помогут типа не волноваться, ребята, естественно, одни шаги ничего не зарешают. Вы убрали кофе, вы убрали даже черный шоколад, вы убрали эти все стимуляторы, вы добавили суммарно 10 тысяч шагов за день, потому что ваше тело создано быть активным. Если у вас будут тренировки, ребята, я клянусь вам просто вот от всего сердца пытаюсь вам не делиться, у меня безумно много ответственности. Постоянно в голову лезут разные мысли, а вдруг я подведу, а вдруг я не оправдаю, а вдруг еще что-то. И вот это вот чувство постоянное, да, которое по пятам за мной идет, оно не укоренено в тревожном расстройстве, но я чувствую, что оно по пятам меня настигает. То есть если я чуть-чуть замедлюсь, меня поглотит вот это тревожное расстройство и депрессия, и анкзайти. То, что мне помогает, лично мне помогает, вот я чувствую, за день скопилось огромное количество стресса, мне помогает зал. Я иду в зал, даже когда мне не хочется, мне меньше всего нужно, я прихожу в зал, и я тренируюсь каждый божий день, 45 минут, 60 минут, и после зала я выхожу, и просто мощнейшая антистресс программа. То есть вот ты пойдешь, делаешь пару пиков сердца там до 170, пару спринтов, чуть-чуть железяками позанимаешься, отключишься. Естественно, я прошу вас, когда вы тренируетесь, включаете вам музыку в наушники, но вы не сидите, как все эти зомби в зале, в тренажерном, и они по-прежнему дум скроллят, понимаете? По-прежнему вот это вот новости, 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 новости. Или еще какая-нибудь трешня, там ты смотришь, ты приходишь в зал, и ты посвящаешь себя, и ты делаешь фокус, и ты выкладываешься. Я вам обещаю, количество дофамина и серотонина, гормонов счастья и радости, которые выделит ваше тело на конец тренировки, только если вы выложитесь, по-настоящему дает антистресс-эффект. Сто процентов это работает. Я именно только благодаря залу могу дальше тянуть этот вот паровоз ответственности в своей семье, с тремя детьми. Никто за нас не в ответе, только я в ответе, понимаете, за всю мою семью. И плюс еще тысячи людей, которые в ПГ-марафоне приходят с желанием, чтобы я им помог. Как эту всю ответственность выдержать, и как это все оправдать? Плюс, ребят, 4 миллиона просмотров каждый месяц вы делаете только в одном ютюбе. Как эту всю ответственность оправдать? И страшно, и тревожно, и волнительно, и ответственно. И поэтому тренировки для меня это антистресс номер один. Дальше, что вы можете добавить к этому мероприятию, ребята? Вы к этому, ко всему мероприятию добавляете так. Шаги есть, убрали стимуляторы. И теперь добавки. Но прошу вас, сами по себе добавки, как всегда, пишут. А вот скажите про там стресс и тревогах, ребята. Как всегда, сами по себе добавки, они ничего не решают. Если ты не решишь, вопрос еще раз. Я курю и пью таблетки от кашля, так это не должно быть. Я бросаю курить, и, возможно, таблетки от кашля помогут быстрее очистить легкие. Вот это должно быть, понимаете? Вот это должно быть. Это основа. Что вы можете добавить? Днем на пустой желудок глицин 3-4 грамма. Очень хорошо стимулирует и расслабляет нервную систему. Днем и вечером в небольших объемах, где-то по 40-50 миллиграмм, витамины В1, тиамин и передоксин В6. Вы можете брать, можно брать с магнием. Можно днем 4 грамма глицина, перед сном В1, В6 и магний, чтобы лучше вы спали. Переоценить важность самого главного антистресс-витамина в организме человека, на котором строятся все гормоны счастья и радости, без которых вам просто будет хотеться сдохнуть. У вас есть happiness hormones, так называемые гормоны счастья и радости. У вас их 4 штучки. Дофамин, серотонин, окситоцин, эндорфин. Каждый из этих гормонов категорически, бесповоротно нуждается в витамине D3. Без этого витамина не может быть корректной работы нашей центральной нервной системы, корректное отключение симпатической, менеджмент симпатической и менеджмент кортизола и адреналина. Дофамин, эндорфин, окситоцин, серотонин не вырабатываются без достатка витамина D. У большинства людей, у большинства людей, отталкиваюсь опять же от исследований анализов крови, тысяч людей, которые прошли через наш замечательный курс ПГ-марафон. У, ребята, 95%, кто приходит абсолютно с нуля. Уровень витамина D3 абсолютно одно. Вот здесь я вам покажу пример, как девушка пьет витамин D3 по показанию врача, пьет его некорректно, неправильно, не вовремя, у нее не усваивается, и она пьет каждую неделю по 10 тысяч, что является бредятиной тотальной. И посмотрите на цифры по витамину D3. Витамин D3, я вам приближу, на отметке 32 единицы, видите? 32 единицы на отметке D3. Когда это, посмотрите, по нормам, недостаточность стартует с 30 единиц. То есть я люблю видеть D3 на отметке 90, у нее 32. Врач говорит, нормально, нормально. 10 тысяч D3 раз в неделю. Я говорю, вы, наверное, и воду пьете по 10 литров раз в неделю, и думаете, что вот этого будет достаточно. Воду вы пьете каждый день и понемногу, так? Так. Раз в неделю вы не пьете витамин D3 точно так же, как вы не пьете раз в неделю вашу воду. Вы пьете витамин D, особенно когда в нем не есть необходимость, каждый день с едой или через день, по 4, в 6, даже по 10 тысяч, без проблем абсолютно берется он. Он должен приходить каждый день в небольшом объеме, и тогда он пропитывает, понимаете, как вот дождь пропитывает почву, капая потихонечку, постепенно. Вы не поливаете ваши цветы из бронзбойта, потому что вы вымоете их к чертовой матери. Большая часть воды стечет куда-то. Точно так же из бронзбойта вы не пьете, потому что вам порвет рот, да? Вы пьете из стакана, как человек разумный. И вот история с витамином D3, там 50 тысяч раз в месяц. Или даже есть исследования, где берут там 500 тысяч раз в год. Что вообще такое? Неделя сыпи от лошадиных дозировок, и дальше это все улетает. Нельзя, ребята. Каждый день через день. И вот D в своем дефиците создает условия в организме, которые приводят к невозможности выработки серотонина, окситоцина, дофамина, эндорфина. И вы будете в суицидальной депрессии. Вы будете в диком абсолютно загоне. Вы будете бухлом, простите, это все маскировать. Страх, тревогу, переживание, волнение. Нет активности? Будь здоров, у тебя будет тревожное расстройство. Нет D? Тревожное расстройство. Переизбыток кофе? Тревожное расстройство. Недостаточно сна, плюс переизбыток кофе, плюс алкоголь, плюс сладкое, плюс дефицит D3. Ну полная жопа, простите, пожалуйста, по-другому. Ну а как еще? Вот ваше тело, оно создано работать, да? Вот так, так, так. А мы ему говорим, нет, будешь вот так работать. И как в этом случае? Естественно, фармацептика процветает, потому что вам с радостью продадут одну таблетку для сна, одну таблетку, чтобы не психовать, другую таблетку, чтобы перестать хотеть себя убить, еще одну таблетку от того, чтобы у вас хоть как-то сердечный ритм остановился, потому что вы сидите дома, смотрите телевизор, а у вас как у кролика сердце бьется 120 в покое, понимаете? Отсюда лезут ноги дальше ухудшений обсессивно-компульсивных расстройств, которые безумно портят качество жизни, а такое количество людей, которые мучаются ОКР, и ОКР мог бы быть под контролем ваш, но он выходит из-под этого контроля, потому что пересбыток кортизола. Если есть адекватная работа симпатической нервной системы, и нормальное количество кортизола, и нормальное количество сна, и всех тех вещей, о которых я говорил, то обсессивно-компульсивное расстройство не будет выходить из-под контроля. Вы сможете с ним нормально жить. Да, это неприятно, но это не проклятие, это ничего. У большинства людей есть так или иначе, вырабатывая выраженная форма ОКР, обсессивно-компульсивное расстройство, и оно может вам испортить жизнь к чертовой матери, и вы будете просто, ну, и среди друзей, приятелей, и родственников, и близких известны, как, да, ну, не очень хорошей терминологией пользуются люди, у которых есть особенности работы головного мозга, да, психами там называют, еще какой-то, но у каждого это есть история, у каждого особенности, черты и характера, очень мало людей, у которых прям все ровненько-ровненько, они всегда ровненькие, счастливые, довольные, улыбаются и все такое, но внутри они всех хотят поубивать, или еще какая-то история, ребята. У всех есть так или иначе особенности развития работы головного мозга, но когда они выходят из-под контроля, это прям очень плохо портит тебе качество жизни. И вот те вещи, о которых я говорю сегодня, если они у вас будут, то у вас не будет выходить из-под контроля ваш ОКР, и вы с ним сможете нормально сосуществовать, во всяком случае, не на антидепрессантах и на прочей другой истории, потому что антидепрессанты это вообще отдельная книга с огромным количеством других червяков, и тараканов, и приколов, которые вам 100% будут портить, и не дадут вам нормально реализовать свой потенциал. Поэтому, ребята, работа с симпатической нервной системой, это только ваша ответственность. Никто абсолютно не будет вам помогать, ни ваша жена, ни ваш муж, ни ваши дети, коллеги, приятели. Вы можете стоять разговаривать с человеком вот так, да, он вам что-то говорит, у него вроде как какая-то жизнь, все идет, а у вас страх перед глазами, тревога перед глазами, волнение перед глазами. Ты стоишь беседуешь с человеком, а у тебя ничего кроме ужаса в душе, в голове, в твоей нет. Тебе постоянно страшно, тебе постоянно тревожно. Я знаю, о чем я говорю, я был в этом месте, когда тебе просто, вот ты сидишь, у тебя все нормально, ну и при этом полная катастрофа в душе. И есть отдельная история с антидепрессантами, которые работают, но если вы возьмете вот эту историю, вы добавите спорт, тренировки, как антистресс, шаги, уберете стимуляторы, внимательно кофейно до двух чашек, до 300 миллиграмм. А лучше вообще уберите его к чертовой матери, если у вас уже есть эта история, быстрее восстановитесь. Добавьте глицин, В1, В6, магний, Д3, и оно пойдет, оно восстановится, ваше тело хочет работать нормально. Вы сможете понизить кортизол, я уже вам показал, человек, у которого кортизол 1100 единиц. Нужно понизить в 4 раза его, чтобы нормально себя чувствовать и прекратить бухать, потому что без бухла он чувствует себя ничтожеством. Без бухла он чувствует ужасную страх, и агрессия из-за этого идет. Это все портит драматические качества жизни. Ребята, пожалуйста, подписывайтесь и ставьте пальцы наверх. Каждый божий день я здесь за одной целью, за тем, чтобы помочь вам стать лучшей версией себя, быть с вами вместе, работать в бытовухе, в конце концов, да, быть с вами за одно, ребята, за ваше здоровье. Прошу вас, сейчас основную тему мы закрыли, я вас жду 15 сентября у нас на курсе ПГ Марафон, где уже лично вас консультирую, и у нас уникальнейший курс, слава богу, уже 80 сезон, 8 лет, ребята, проходит эта программа. Каждый месяц стартует группка, всего 50 человек я могу взять, огромное количество вас пишут запросы, а можно на консультации, можно туда, ребята, мы не делаем консультации, мы нашей командой, я как автор, ведущий, диетолог, и с таким огромным, да, объемом ответственности, не могу взять вас на консультации, это не честно, никаких консультаций часовых не должно быть, потому что вы запомните из нее 3%. Задача такая, почему я создал этот курс, потому что 3 недели вместе с дружной командой, в закрытых чатах, с закрытыми прямыми эфирами, где у нас прямое общение, где я каждый день консультирую голосом, разбираем от анализов до вопросов личных, индивидуальных, можно и через почту делать эти вопросы, да, вот, например, у вас там анализы, ребята говорят, не хочу в чат отправлять, я говорю, отлично, пришлите на почту, личные вопросы, отдельно разбираем, то есть индивидуальный подход, и самое главное, время, 21 день мы вместе, почему этот курс наш, он настолько его тяжело вести, но при этом это уникальнейший инструмент, который действительно спасает жизни, ребята, потому что 3 недели мы в вашей бытовухе, в вашей жизни закрепляем все знания, чтобы вы стали лучшей версией себя, не только похудели, но и укрепили психоэмоциональное здоровье, укрепили физическое здоровье, для длительности, качества, все это максимальная ответственность, которую я перед собой ставлю, и мы поэтому берем небольшую группу, максимально качественно, максимально с любовью и вниманием, ребята, под видео в YouTube, pgmarathon.gmail.com мы отправили вашу заявку, и в Instagram самый первый пост, я жду вас 15 сентября, пожалуйста, регистрируйтесь заранее, потому что еще раз, 4 миллиона просмотров, а вас всего 50 человек мы можем взять, поехали, берем ваши вопросы, и будем с вами трудиться, значит, сестра, много лет просыпается ночью, идет есть сладкое, иногда даже не помнит, на автомате, примерно 3 ночи, это называется синдром ночного аппетита, синдром ночного аппетита, потому что ей нужно включить вот эту парасимпатическую нервную систему, о которой мы с вами сейчас говорим, которая поможет ей дальше выработать мелатонин и спать, да и человек встает, когда он поел, у него, помните, мы только что обсуждали, перистальтика усиливается, мелатонин вырабатывается, поэтому после сна, плюс еще скачок инсулина, точнее, после еды этой, хочется спать, естественно, она идет жрать сладкое, ну то есть здесь нужно начать с того, что когда она бодрствует, и она понимает, что с ней происходит, и она контролирует всю эту историю, она должна полностью вычислить свой холодильник, синдром ночного аппетита, когда люди лунатят, идут жрать, это очень распространенная история, и в этом случае, днем, когда она, она же затаривает этот холодильник, понимаете, кто его затаривает, я приезжаю с, служба доставки продуктов, и мы, и там, медовики, и тортики, и прочую другую дичь, нет, когда она ночью, в следующий раз встанет, она же надо открыть холодильник, и она там увидит, кусочек мяса, или качественные колбасы, максимум яблочко, и может быть, какое-нибудь, какие-то печенья у нее там будет лежать, которое даст ей ноль сахара, мясо, рыба, овощи, орехи, семена, сыры, вот это важно, мясо, рыба, овощи, орехи, семена, сыры, понимаете, это основа, на этом будет строиться ее здоровье, то есть, если она выйдет из инсулиновой резистентности, из метаболического синдрома, это обязательно важно, ей будет непросто это все мероприятие побороть, значит, синдром ночного аппетита, очень распространенная беда, и еще раз, когда она отвечает за свои поступки, в холодильник, и все, что в полочках, в шкафчиках, да, вот эта вот вся история, она должна четко понимать, что когда она придет в беспамятстве, она не должна опохмелиться, так сказать, кучей сахара, пока она тарит этот холодильник, с диким энтузиазмом сладким, естественно, эта проблема будет продолжаться, так, значит, так, какое мясо, обычное, кусок мяса пускай съест, если у нее выбор есть, точнее, у нее выбора нет, она лунатит, она встанет, и ночью сожрет кусок торта, или кусок мяса, лучше кусок мяса съесть, от мяса не будет ни скачка инсулина, все будет прекрасно ровным, мачо также сильно бодрит, мачо бодрит не через кофеин, вы можете ее попробовать, так, калит хронический, написать Алексей Ворон, калит, а лучше Алексей Ворон, ЖКТ, три недели назад было мощнейшее видео на этот предмет, психотерапевт выписал антидепрессанты, психолог говорит, что обязательно нужно пить их тоже, у меня от нервов есть боли в разных местах, бывают паники, можно ли исправить ситуацию без таблеток, значит, смотрите, какая штука, если вы приехали на СТО и работа слесаря вашего найти у вас проблему, а если тем более вы приходите с проблемой, вы говорите, здравствуйте, товарищ слесарь, у меня вот тут стучит, когда я завожу машину, и когда стою на перекрестке, она все дергается, он вам скажет, вот у вас, значит, задача, нужно поменять вот эту прокладку, вот вам нужно вот этот вот болтик, шурупик поменять, и вот, да, и вы ему скажете, доктор, по машинам, да, товарищ слесарь, а можно как-то без вот этой замены, чтобы мы эзотерикой, чисто верой в то, что у меня перестанет машина дергаться, бабахать, стрелять и не заводиться, решить эту проблему, он у вас будет смотреть как на идиота, логично, вы приехали на СТО, вы приехали, да, в место, где слесарь, слесарь говорит, чтобы не старохтило, нужно поменять болт, вы ему говорите, давайте мы лучше будем верить, то, что мы поменяем болт, и постараемся ничего не откручивать, вот это работа вашего психотиропевта, да, который вам говорит, без этих лекарств, из этой жопы ты не выберешься, потому что у него есть только три инструмента, гидозепам, и еще два каких-нибудь сильно действующих формата, для особо одаренных, которые не справляются с менеджментом, чего вы хотите от него, у него есть только три возможных варианта событий, как вы хотите, чтобы он вам сказал, ой, да, точно, тут вот есть такая история, идите, посмотрите Алексея Ворона видео, используйте его инструменты, и через пару месяцев, когда вы начнете вот это все делать, через боль, страдания, страх, переживания, вам станет легче, вместо этого, естественно, вам скажут, это все фигня, это все не работает, возьмите таблетку, и вам уже сейчас станет легче, и оно реально станет легче, но вы без этих таблеток не сможете жить, они вам изменят полностью ваше восприятие реальности, на антидепрессантах, и вы, слава богу, их если не пьете, то у вас, естественно, единственная задача, ваше тело выходит из-под контроля, вам нужна контроль еды, контроль воды, контроль сна, контроль активности, и работа над психоэмоциональным балансом, дыхание помимо хофу, закаляться, тренироваться, еще раз, ваше тело последует, но мы можем этого всего и не делать, потому что это все болезненно, долго, неприятно, и требует дисциплины, еще раз, сегодня же таблетка, и у тебя новая реальность, и вы приходите в место, где эти таблетки прописывают налево и направо, всем и каждому, а как еще иначе, мы не знаем другого формата, то, что я с вами пытаюсь реализовать, это долгий, не то чтобы болезненный, и не то чтобы прям годами, но требующий от вас, как бы, участия, да, процесс восстановления вашего тела, потому что ваше тело может, если вы начнете корректно пользоваться, в отличие от вашей машины, саморегенерироваться, и оно хочет это сделать, тело хочет это сделать, но мы по большей части, не хотим делать то, что необходимо, потому что это сложно, дисциплина, это бесит, это раздражает, нафига, если можно сожрать таблетку, и все окей, а потом, когда ты год на этих таблетках, и ты пытаешься с них соскочить, потому что у тебя пришло 30 килограмм, и у тебя нет никакого либидо, и у тебя рыхлое, безумное тело, и отвратительный сон, и тебе нужно все сильнее, и больше этих препаратов, ты понимаешь, блин, надо было не залазить на это, на все мероприятие, и ты понимаешь, что блин, теперь надо из такой жопы вылазить, и потом у вас синдром отходняка, от этого будет месяцами длиться, а яма дофаминовая, будет как минимум 6-8 недель, когда вам будет хотеться броситься с 9 этажа, когда вы отмените эти все препараты, понимаете, это просто дичь, на что они садят людей, и они даже не задумываются, как они вас, да, испаскудят вам жизнь, в будущем, насколько вы в глубокой заднице будете сидеть, и думать, зачем я вообще это все сделал, вы можете взять это все мероприятие по свой контроль, но нужна дисциплина, и нужно понимать, что да, придется немножечко пострадать, но оно стоит того, когда ты понимаешь, что вот этот покой, вот я на этом пляже, я там на этом поле, я у этого моря, или под этим солнцем, или я могу на этот закат по-настоящему смотреть я, понимаете, я смотрю на закат, и я могу получать от него удовольствие, а не быть в тревоге, в страхе, в переживании, или, например, вы смотрите на закат, и вам вообще пофигу, что вы видите, как будет на препаратах, так, согласен с вами полностью, нужно добавить контроль над головой, все, что связано с телом, сделано, спасибо за труд, спасибо огромное, смотрите, какая штука, на пути контроля, лежит такая дисциплина, которая называется, стоицизм, стоицизм, это настолько мощный инструмент, который снимает с вас 90% лишней, ненужной ответственности, я очень прошу вас, Райан Холидей, автор, значит, и книги, любые, которые у него, их 12 штук, посвященные стоицизму, начинайте, Райан Холидей, и стоицизм, значит, сейчас я вам дам пример, у меня из моей библиотеки, утащили мои черти, я вам показал бы сейчас, Райан Холидей, книги, значит, смотрите, вот первая, называется, Daily Stoic, вот, Daily Stoic, значит, это мега, у него их несколько, очень крутые, очень мощная литература, которая дает вам, непосредственно, понимаете, инструменты к пользованию, то есть, я вам даю, вот, инструменты к пользованию телом физическим, а вот стоицизм дает вам инструменты к пользованию вашим мозгом, потому что так часто мы видим, что этот мозг идет против нас, против нас, ребята, пожалуйста, поддержите пальцем наверх, обязательно подписываемся, в YouTube, сейчас я смотрю, все, кто со мной, ребята, под видео, или вот тут сверху, три точки есть, нажмите, выпадет меню, поставьте палец наверх, в Instagram, ребята, поставьте пальцы наверх, если вы смотрите на Facebook, если вы смотрите нас, в Twitter, если вы нас смотрите в Telegram, подписывайтесь, пожалуйста, потому что здесь каждый божий день мы за ваше здоровье боремся, за ваше долголетие, ребята, идет борьба не на жизнь, а на смерть с обстоятельствами, либо ты станешь их жертвой, либо ты будешь хозяином, у тебя по-настоящему получится, все, пожалуйста, действуйте, так, поможет ли гель алоэ для лечения гастрита, нет, для лечения гастрита вам поможет свежевыдавленный белокочанная капусты, сок, днем, а утром натриевые воды, и нормальная еда, потому что если у вас нет нормальной еды, из всех тех советов, которыми я с вами делюсь, вы должны сделать четкие выводы, что такое нормальная еда, мясо, рыба, овощи, орехи, семена, сыры, основа, если не будет нормальной еды, значит, к сожалению, значит, у вас гастрит не восстановится, переводы на все языки у Райана Холида есть, так, значит, каждые 2-3 года кисты, аденома гипофиза, откуда корень? 38, лишнего нет, инсулин, глюкоза в норме, ЗГТ после резекции, гормонотерапия после резекции, ну, то есть, писали, 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 и по итогу написали, да, то есть, практически поставили меня в тупик уже, да, вот прям, глюкоза и инсулин в норме, опять же, будучи в референции, не значит быть в норме, если референс 2-20, а у нас в референции 18, это норма, или это не норма? Конечно, это не норма, норма инсулина, это ближе к нижнему референцию, если у вас все, что выше середины референция, то вы можете быть уверены, что этот инсулин послужит прекрасной почвой, для того, чтобы дальше все эти замечательнейшие, доброкачественные клеточные образования, плодились, и вы будете в зоне риска рака, 100%, вы можете быть в этом уверены, тем более вопрос, да, вы написали резекция и гормонозаместительная терапия, резекция желудка, люди от хорошей жизни не делают резекцию желудка, люди делают резекцию желудка, потому что они беспомощно поглощают пищу, как невольные рабы своего мозга, и гормонозаместительная терапия сама по себе уже подразумевает искусственный фон гормональный, который тоже может быть таким спонсором опухолей, потому что у вас никогда в организме не бывает вот такого ровного уровня ГЗТ, когда ты на таблетке, у тебя всегда флактуация идет во время разных дней эволюционного цикла, твоего, да, эволюция, менструация, ПМС, во время всего цикла, да, разные пропорции этих гормонов, когда вы на ГЗТ, вы находитесь в зоне риска, понимаете, и опять же, больше информации, больше цифр мне нужно, меню по детям, которые не хотят категорически есть мясо, какие крупы, пасту посоветуйте с овощами, и прочими другими, помогите выбрать коллаген замену мясу, во-первых, вам не нужен коллаген замену мяса, во-вторых, что значит наотрез не хотят есть мясо, ну вот смотрите, вот у меня с утра ребенок сожрал оладушки, да, бабушка приготовила днем, варенье какое-нибудь, печенье, еще какая-то история, вечером я пытаюсь дать ему лосось, или там какую-нибудь тушеную говядину, он меня нафиг пошлет, потому что у него утром и днем была просто буря эмоций из пищи, понимаете, буря эмоций, а тут я со своей телятиной, или говядиной, или еще чем-то, да пошел ты к чертовой матери, проведите иначе, не то чтобы эксперимент, а воспитательную работу с вашим ребенком, даже не воспитательную, не кормите его, ну вот у вас наотрез отказывается есть, но голодный ребенок ест, понимаете, голодный ребенок ест, если он у вас пробегал утро, пробегал день, вечером он придет, и с удовольствием съест этот кусочек мяса с салатом, как мама родная пойдет все, зайдет просто вот прям идеально, но если он у вас бегает и поджирает сладкое, а потом вы здесь со своим лососем к нему, да нужны вы ему с этим лососем, оно ему нафиг не нужно все, дети управляются эмоциями в основном со всеми своими выборами, понимаете, и естественно ваша святая обязанность, самая главная обязанность, это направить ребенка, но при этом без стресса, то есть вот не встанешь из-за стола, пока не доешь, там с соплями, со слюнями, с криками, оно давится, поперхивается, вот это вот все там кашляет, сопли, слюни, не, не хочешь есть, не вопрос, дай что-то другое, а другого нет, бя-я-я, убежал, через полчаса, ну ладно, давай, а это не столовая, и не ресторан, придешь уже на ужин, до свидания, бэ-я-я, снова убежал, ужин, время настало, кушать, и все пришли, поели, все убрали за собой, и до свидания, добрый день, вес 127, рост 176, значит, на препаратах от повышенного давления, когда практиковал ПГ, хочу на 30-дневное голодание, уверен, не смогу, что смогу, с таблетками не знаю, смотрите, какая штука, вы берете ваши таблетки, потому что вы можете умереть от инсульта, вы не убираете их пока, у вас с ростом 176, вес для мужчины 75-80, то есть, грубо говоря, у вас там 47 лишних килограмм, честно вам скажу, ну, особого смысла в 30-дневном голодании нет, кроме того, что ваша внутренняя составляющая, да, вот вы прям хотите как можно быстрее, вам мерзостно, вам надоело, вас бесит, вы хотите как можно быстрее, сконцентрируйтесь не на 30-дневном голодании, а сконцентрируйтесь на 365-дневном контроле, и сконцентрируйтесь на том, чтобы ближайшие 365 дней, каждый день, час в сутки, вы ели, можете даже ни разу не сделать, ни 48, ни 72, сделайте, да прекрасно, отлично, супер замечательно, но, если вы, в течение следующего года, будете есть, с 8 до 9, или с 7 до 9, как вам нравится, до сыта, вам даже не нужно контролировать колораж, там 2-3, вы не съедите больше, чем вам нужно, и у вас будет еда, кусочек мяса и салат, захочется сладкого, какие-то десерт приготовить, но вам будет это, наполнять и удовлетворять вас, не так, как раньше удовлетворяла пицца с макаронами, и кашами, и перемешку со всеми сладостями, и прочую другую историю, то есть не так будет удовлетворять, иначе, полноценно будет удовлетворять, вы съели кусок мяса раз в сутки, задача такая, в вашем жире нет витаминов и минералов, понимаете, в вашем жире нет того, что нужно вашей иммунной системе, центральной нервной системе, вам нужна еда каждый день, да, вы можете делать каждую неделю, там, 48, например, это ускорит еще процесс, или даже каждую неделю 72, но остальные дни, супер полноценное, качественное меню должно быть, понимаете, качественно мы должны есть, то есть мясо и салаты, рыба, если вам нравится, не нравится рыба, можно без нее, я рыбу, допустим, не переношу, мне она бесит, ну, мясо, мясо, еще раз мясо, вот это супер важная история, оно у вас должно быть всегда, и если вы 365 дней будете есть час в сутки, делать 10 тысяч шагов, и у вас будет дополнительная активность, пожалуйста, вчерашнее видео, мое, посмотрите, я там прям супер детально выкладывал все, ребята, все те, кто худеют, все те, кто мечтает, да, построить тело своей мечты, да, вот вы хотите, вам прям очень нужно, вам прям очень хочется, пожалуйста, прошу вас, вчерашнее видео, или если вам нужно кому-то помочь, отправьте это видео, вот этот ролик, называется вчерашний, написали в ютюбе, эксперт-диетолог, поделился самым большими секретами бесплатно, как быстро похудеть, или напишите, Алексей Ворон, как быстро похудеть, или вот это видео вчерашнее, пожалуйста, да, вот здесь написано на алтарке, быстро убираем жир из проблемных мест, ребята, мега важный ролик, пожалуйста, посмотрите, это спасет вам жизнь, и это самое главное, не даст вам демотивироваться на пути строительства тела своей мечты, то есть еще раз, я в этом ролике сказал, меня в последнюю очередь интересует, чтобы вы влезли в ваши любимые штаны, в которые вы не можете влезть, уже там пять лет, или три года, или десять лет, да, меня на крайнем месте интересует то, как вы впечатлите своей прекрасной формой вашу подругу, когда вы приедете на отдых ежегодный, да, семьями, меня в первую очередь интересует, что вы в этом во всем преследуете влезть в ваши штаны, которые вы не влазили, и впечатлить вашу подругу, а меня в этом во всем, знаете, как вот на крысу на такую интересует, такой тайный, главный, подконтекст, помочь вам, под предлогом того, что вы влезете в штаны, и ваша подруга обзавидуется, не умереть от инсульта, не умереть от рака, не умереть от ишемической болезни сердца, потому что если вы не влазите в ваши штаны, то вы на пути прямом в три главных убийца современного человека, ишемическая болезнь сердца, рак, инсульт, и если я могу под соусом вам, да, что вы будете стройные, красивые, сексуальные, приятные, подать вам инструмент, который вам спасает жизнь, так почему бы нет, все будут счастливы, все будут довольны, так, поехали дальше, значит, подскажите, пожалуйста, D3, 35 единиц, пью масло, печень трески, значит, думаю, две недели, смотрите, вы поднимите его, и берите жир печени трески, и дополнительно берите 10 тысяч А витамина, господи, D3 витамина, на ближайший месяц, дайте его там через день, он у вас поднимется до 70 единиц, и дальше вы останетесь только жир печени трески, он вам поможет поддерживать его в норме, то есть, когда у вас мало D3, вы не сможете его поднять только жиром печени трески, там он есть D3 в жире печени трески, но в небольшом объеме, в небольшом, его там не очень много, И вы можете прекрасно его поднять, если вы примете Д, и дальше будете поддерживать. Постоянно хочу спать. Видео щитовидки посмотрите, пожалуйста. Значит, врачи горит пукан, когда мы перестаем пить таблетки тоннами, становится здоровье в панике. Это факт. Сколько у меня было диабетиков, которые уходят с инсулина, с метформина, помогают сами себе. Понимаете, это поразительно, насколько медикаментозно никто не заинтересован в том, чтобы вы жили нормально. Понимаете, это поразительно. Вот у меня был недавно в рамках марафонской программы мужчина на консультации, которого мы сняли с инсулина за две недели. А он был на нем 14 лет. Он просто прекратил штурмовать поджелудочную на абордаж каждый день. Начал работать по-человечески нормально со своим телом. И поджелудочная начала справляться с глюкозой. Меньше, меньше, меньше инсулина, полностью ушли с инсулина. И норма. Ему врач звонит, он говорит, вы вообще в своем уме? Вы же умрете, вам нужно срочно приехать за дозой инсулина. Он говорит, спасибо, я с инсулинов сошел. И врач потерял дар речи. Он говорит, как? Вы где-то в другом месте покупаете? У вас же сахар, вы же умрете. А у человека сахар за нашу программу, он выставил сахар себе до 6. Выстроил 6-6-5, с утра просыпается 6-7, днем 5. Идеально абсолютно. Это то, на что тело способно, опять же, не магическим путем. А просто-напросто, если он раньше потреблял 80% калорий из углеводов и ел 3000 калорий в день, сейчас он ест 2000 калорий в день и потребляет 10% из углеводов. И потребность в инсулине драматически понизилась. На 98% она понизилась. И та способность в секреции инсулина, которая у него была, мизерная, оставшаяся. Мы ее прекрасно используем, и она здесь... Да, если он завтра наест сапончиков, булочек и блинчиков, проблема с глюкозой будет. Потому что нанесен урон и поджелудочная не справится лошади на объем сахара связать. Она не справится. Но точно так же, как если ты бросил курить, ты потом в один отдельно взятый день не пытаешься выкурить 3 пачки подряд. Всегда контроль должен быть. И ты можешь вылечить свой диабет, и нормально есть, и жить как человек разумный, нормальный, не пытаясь свои косяки прятать под ковер из препаратов. Понимаете, ребята? Пожалуйста, прошу вас, будьте разумны, подписывайтесь. Каждый день мы за ваше здоровье боремся. Каждый день мы боремся здесь за ваше будущее, ребята. Те, кто идет ко мне, уже на личные консультации, и в наш курс по гомарафон, под видео в YouTube, и в Instagram первая закреплена у нас публикация, написана регистрация, новый сезон открыта в Instagram. В YouTube под роликом, пожалуйста, раскликнули в описание. Сейчас ближайший старт 15 сентября, или любой другой следующий сезон, который у нас каждый месяц стартует. Вы заходите на самое свежее видео, смотрите дату, когда стоит дата старта, и отправляйте заявку, дальше вас проведут. Только внимательно на pgmarafon.gmail.com, потому что много подражателей, много мошенников, которые имеют, естественно, другую почту, вас зарегистрируют, черти куда. Наш образовательный курс един, уже 8 лет мы публикуем результаты, и 8 лет спасаем жизни. Но я понимаю, что у вас 4 миллиона человек смотрят меня, а я вам могу только 50 лично помочь. Поэтому все остальные, 3 миллиона с копейками, ребята. Кто к нам не попадает на сентябрь, прошу вас, умоляю вас, ваше здоровье в ваших руках. И для того, чтобы эти руки были максимально вооружены на дальнейшую работу, пожалуйста, смотрите следующее видео, которое спасет вам жизнь или жизнь вашим близким. В YouTube зашли и написали, Алексей Ворон, сало, яйца и масло понизят плохой холестерин. Ребята, вот это видео, пожалуйста, возьмите, и используйте его как отчинаж, как Библию здоровья и как азбуку вашего долголетия. Действуйте. Боль дисциплины или боль сожаления. Всегда выбор, который только за нами стоит. Только за нами выбор простейший. Боль дисциплины или боль сожаления. Если ты сделаешь не туда, к сожалению, выбор, как большая часть из нас, да, мы управляемся эмоциями, мы сегодня не до этого. Сегодня на работе, сегодня в семье, сегодня за окном, сегодня в новостях, сегодня всегда оправдание лучше всего звучит для ушей тех, кто его генерирует. Это всегда самое важное, самое важное. Вот я сегодня себе оправдание, ну и вообще к черту. Завтра. Игра в завтра продолжается, я вас прошу. Помните вот эту крутейшую фразу? Yesterday you said tomorrow. Вчера ты сказал завтра. Вот эта игра в кошки-мышки, в поиске за завтра постоянно, бесконечна, ребята. Будьте сильными. Идите навстречу дискомфорту. Я на этом пути буду с вами каждый божий день. Обнимающим. Продолжение следует...